Такой необычный состав игроков скорее эксперимент для нашего города. Ведь подобных футбольных матчей с участием лиц без определенного места жительства, слабослышащих людей и военных еще не было. Через непривычный формат организаторы хотят пробудить в людях стремление к победе и желание найти себя в обществе. И как результат вернуть к полноценной жизни. Эти спортивные баталии проходят в рамках обширного проекта «Рука помощи». Центром, совместным социальным отделом Бобрусской епархии оказывается выдача горячего питания. Четыре раза в неделю также проводятся различные мероприятия при общении к труду. Проводятся различные акции по улучшению состояния данной категории граждан, а также поддержки в зимний период. Устроиться на работу и получить комнату в общежитии. Такие приоритеты ставит перед собой один из участников турнира – 41-летний Андрей. Мужчина прошел через многое – 9 судимости и 15 лет, проведенных в местах лишения свободы. Но все это осталось в прошлом. Сегодня он активно участвует в мероприятиях, которые проводит Центр соцобслуживания Ленинского района. Ну а забитый гол для него – как глоток свежего воздуха. Хорошее впечатление. Мне понравилось очень. Я занимался просто футболом 15 лет. Ну, в интернате. Ну, как бы, ну, остались, как бы, навыки еще какие-то. Ну, вот, забил гол. Сейчас на данный момент не работаю. Проживаю у друга. Все, вот. Помогает мне рука помощи. Прихожу, ну, как бы, кушаю. Ну, у них. Помогаю там одеждой. Рука помощи – довольно молодой социальный проект. Ему без малого год. Однако из-за этого промежуток времени сделано немало. Специалисты ежедневно проводят профилактическую работу, а также привлекают нуждающихся к труду. Бобруйская епархия, в свою очередь, помогает денежными средствами и восстановлением документов. Ведь зачастую люди попадают на улицу не по своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.